Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре уже 20 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа «Фрэш-новости» и мы начинаем. Осень вновь начинает диктовать свои правила. Уже сегодня столбик термометра остановится на отметке 13 градусов. Ветер будет северного направления скоростью до 4 метров в секунду. Однако осадков не прогнозируется. Стоит все же поблагодарить природу, которая неожиданным образом удивила всех гамильчан аномально теплой погодой накануне. Впрочем, подобные метеорологические явления происходили и раньше. Например, рекорд максимальной температуры дня был установлен 20 октября 1966 года. Тогда воздух прогрелся до 18,5 градусов. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1982 году. В тот год температура упала до отметки минус 5,1 градуса Цельсия. Сегодня на базе сельского дома культуры в Березках пройдет конкурс рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей «На вольница». К участию в конкурсе приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы независимо от ведомственной принадлежности и без возрастных ограничений. Министерство лесного хозяйства инициировало проведение акции «Чистый лес». Мероприятие состоится уже сегодня. Главной целью акции является привлечение внимания общества к необходимости бережного отношения к лесу – основному природному ресурсу Беларуси. Сегодня по-прежнему остаются актуальные проблемы несанкционированных свалок-отходов. В связи с этим Минлесхоз призывает всех неравнодушных беларусов принять участие в акции, внеся свою посильную помощь в благоустройстве лесной территории. Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество, а организация Министерства обеспечит участников «Чистого леса» необходимым инвентарем. Концерт с тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет сегодня в Музее истории Гомеля. Дополнят звучание турецкие, индийские и иранские инструменты. По словам организаторов, это будет не концерт в классическом понимании. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой. Также концерт будет сопровождаться рассказом о необычных инструментах и техниках медитации. Завтра в общественно-культурном центре Гомеля пройдет осенний киберспортивный чемпионат. Первое официальное мероприятие областного молодежного общественного объединения киберспорта «Платун» обещает быть масштабным. В нем примут участие 100 спортсменов из Беларуси, Украины и России. Ожидается около 300 гостей и до 1000 на прямой трансляции в интернете. И в продолжение темы. В Гомеле пройдет первый большой турнир по виртуальному боксу. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться. Бой будет проходить до победы одного из участников, то есть до нокаута или по окончанию 12 раундов. Чемпионат состоится 26 октября. Все подробности ищите в соцсетях. На первом форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле 25 и 26 октября, будут работать две масштабные выставки. Традиционная во Дворце легкой атлетики и выставка крупногабаритной техники белорусского производства на площади Ленина. По предварительным данным, только на закрытой площадке Дворца легкой атлетики свою продукцию представят около 60 предприятий из 14 областей Украины и около 90 предприятий Беларуси. Также на площадке Дворца легкой атлетики традиционно пройдет ярмарка продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Уже стало известно, что в ней примут участие ремесленники из Черниговской области и всех регионов Беларуси. В Гомеле улица Дебьяна Бедного переименована в Никольскую. Такое решение приняли депутаты Гомельского горсовета с просьбой о возвращении улицы прежнего названия обратилась Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви. Также депутатами принято решение о присвоении элементу уличной дорожной сети, расположенному от улицы Ильича до улицы Дубравной, наименования «Проезд Дубровный». «Люди Литвы» выставка под таким названием открылась в картинной галерее Гавриила Ващенко. На ней представлены работы знаменитого литовского фотографа Антанаса Суткуса. Проект реализован при поддержке посольства Литовской Республики в Республике Беларусь. Антанас Суткус – лауреат Национальной премии культуры и искусства, кавалер Ордена искусства и литературы. Он один из наиболее выдающихся представителей гуманистической фотографии в Европе и мире. Который в свое время заложил основы литовской фотографической школы. Его снимки экспонируются в престижных галереях по всему миру. В Гомеле под работы автора отведены три выставочных зала галереи. Представленные снимки создавались в 60-х-80-х годах прошлого века и объединены в фотографический цикл «Люди Литвы». На них сельчане и горожане, художники и политики, дети и пожилые люди, переживающие ужасы войны. Фотографу важно проникнуть в характер человека, раскрыть глубину души. Автору присуща способность легко находить эмоциональную связь с людьми, которых он фотографирует. Минск занял третье место в рейтинге самых чистых городов мира. Первое и второе досталось Сингапуру и Токио соответственно. Данный рейтинг эксперты составляли на основе отзывов туристов и оценок пользователей бронирования жилья. В описании специалисты оценили работников нашей столицы как трудолюбивых граждан, ухаживающими за парками и скверами. Поддерживать безукоризненную чистоту мегаполиса непросто, однако белорусы с этим справляются. Специалисты из США посчитали, в каком возрасте люди чаще всего совершают прорывы в научной деятельности. Ученые проанализировали данные о 500 лауреатах Нобелевской премии и около 300 признанных всем миром изобретателях 20-го столетия. Они пришли к выводу, что 93% всех всемирных открытий сделаны были людьми, которые старше 26 лет. Максимум продуктивности ученых находится в периоде от 30 до 40 лет. Более того, у каждой отрасли науки есть свой возраст гениальности. Средний возраст ученых, сделавших прорыв в физике, примерно равен 36 годам, по химии – 39 лет. По словам ученых, в будущем этот возраст будет увеличиваться. Другими словами, гениями люди будут становиться позже 40 лет. Объяснить этот феномен ученые не смогли, однако точно определили данную тенденцию. В США провели исследование, в ходе которого выяснили, почему домашние кошки опасны для здоровья человека. Как показала статистика, царапины именно этого животного чаще всего заканчиваются плачевно для хозяев. У человека образуются не только воспалительные процессы кожи, но и более серьезные недуги. Всему виной инфекции и бактерии, которые находятся на когтях кошек. Царапины могут вызывать у человека воспаление и лихорадку. Более того, ученые доказали, что котята переносят бактерии чаще, чем взрослые особи. Медики советуют сразу обрабатывать повреждения дезинфицирующими средствами и мыть руки после каждого контакта с домашними любимцами. 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация Ассоциации авиационных диспетчеров. Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к его дате – Международного дня авиадиспетчера. Данные специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновения. А в особых ситуациях оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь. От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка. И не случайно, что именно у этой профессии один из самых высоких в мире имидж, авторитет и социальный статус. Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов, представителей поварской профессии из разных стран. Поэтому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах Арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи. И при желании любой желающий может попытаться приготовить блюдо, которое вкушал египетский фараон или император Поднебесный. Одним словом, даже календарь намекает на то, что сегодня обязательно нужно побаловать себя вкусным блюдом. Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok